как вы знаете мы с вами сейчас находимся в процессе празднования подходим к завершению пасхальной недели и прошлое воскресенье у нас был пасхальный седр кто был на седре аллилуйя многие были слава богу и я думаю что для нас это было большое благословение вспомнить о том что всевышний более трех тысяч лет вывел египетский о еврейский народ из египетского рабства чтобы в перспективе вывести нас из рабства греха через жертву сына божьего и шо хам шеха и слово божие оно говорит нам следующее я прочитаю 1 петра 1 стих 1 глава 18 20 стих нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданной вам от отцов но драгоценную кровью мессии как непорочного и чистого агнца предназначенного еще прежде создания мира но и обившегося в последние времена для вас от сотворения мира богом был приготовлен план в котором ешуа должен был сыграть и сыграл ключевую роль этот первый песок в которой закал был заклан пасхальный агнец и кровь которого помазывалась на косяках дверей чтобы спасти направляет нас с вами к самому главному песок у в которой был закнал заклан брезгрешный агнец ешуа хам шех чтобы даровать нам спасение вечное уже вечное спасение и как тот в первый песок кровь пасхального акция она приносила жизнь в каждую еврейскую и нееврейскую семью через веру и послушание божьему призыву так и кровь ешуа мессии пасхального акция она приносит и принесла жизнь в каждое сердце все тем же путем путем веры и послушание всевышнему только эта жизнь она уже жизнь вечная потому что этот агнец он воскрес и в первом коринфянам 15 главе 20 по 23 стих мы считаем но мессия воскрес из мертвых первенец из умерших ибо как смерть через человека так через человек к и воскресение мертвых как водами все умирают так миссии все живут каждый в своем порядке первенец мессия потом христовый в пришествии его и благодаря маши их у нас есть с вами надежда надежда воскресения потому что мы знаем что он первый воскрес из мертвых я думаю что сейчас нам самое время воздать ему славу сказать святый спасибо тебе за то что ты оставил славу небес и пришел на эту землю спасибо тебе за то что ты облегся в плоть и зашел на крест голгофы чтобы умереть за меня спасибо тебе святой за то что ты умер и ты воскрес ты первенец из мертвых воскресший и у нас всех есть надежда непоколебимая то что мы воскреснем с тобою аллилуйя святый слава тебе теперь друзья давайте мы поразмышляем какая же была главная цель песоха и очень часто мы думаем что главная цель песоха это освобождение от египетского рабства тогда в первый песох и наше освобождение от рабства греха вешуа миссии иногда мы идем немного дальше и думаем что главная цель песоха это образование божьего народа и это действительно я скажу вам это действительно являются одними из ключевых аспектов песоха но не самым главным я скажу вам друзья что мыслеподобным образом мы немного сдвигаем вектор и ставим и направляем этот вектор на себя чуть-чуть совсем чуть-чуть но сдвигаем вектор этот вектор как я сказал мы ставим немного на себя и вот этот вот посыл он тянется еще с грехопадения когда дьявол он пообещал нам с вами быть как боги тем самым поставив в центр всего человека о я человек венец божьего творения это звучит венец божьего творения но при всем при этом мы остаемся творением а есть творец иногда мы думаем немножко скромнее как веру мы же мы же верующие поэтому надо мыслить о себе немножко скромнее и мы говорим о я верующий человек и я должен моя ключевая цель совершать путь своего спасения тем самым опять ставлю в центр всего в себя я и мое спасение но в центре всего не я и не мы в центре всего всевышний и уже потом его замысел восстановления своего творения то есть нас с вами если мы вспомним сами первых песок и связанные с ним события то увидим что десять казни это были ли суды над богами египта и эти суды делали не что иное как прославляли бога израиля ситуация с черным морем это тоже было ничто иное как явление силы и славы всевышнего поэтому правильнее сказать что бог вывел народ еврейский народ из египетского рабства для своей славы и это одна из ключевых концепций священного писания все должно приносить славу богу поэтому читая тору мы видим что во всех диалогах с маше всевышний говорит я господь я господь скажи фараону я господь сделаю то то я господь тем самым он направляет вектор маше он направляет вектором божьего народа на себя понимая что всегда взор наш и еврейского народа он должен направлен быть на бога читая историю исхода мы помним что слава господня она просто обитала среде божьего народа слава была видна его слава была видимая бог вывел народ из египта он явил эту славу чтобы народ понимал что его жизнь она должна быть в славе божьей что народ должен жить в славе и для славы божьей и дальше через все писание мы видим что бог делает все для своей славы как я сказал это ключевая одна из ключевых концепций он и народ свой избавил для своей славы и я сейчас прочитаю несколько текстов пророка исаи который очень понимал он очень проникся тем что бог он делает все для своей славы и он дал это послание божьему народу то есть нам с вами исае 43 глава 20 21 стих полевые звери прославят меня шакалы и страусы потому что я в пустынях дам воду реки в сухой степи чтобы поить избранный народ мой этот народ я образовал для себя он будет возвещать славу мою и далее пророк говорит уже в двадцать пятом стихе я я сам изглажу преступления твои ради себя самого и грехов твоих более не помяну ради себя самого и своей славы он изгладит преступления твои ради себя в центре всего бог они они творение еще один текст который направляет нас по этому же пути поможет нам иметь всегда с вами правильный вектор и жить для божьей славы исае тот же пророк исае 48 глава 9 11 стих ради имени моего отлагал я гнев мой и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя вот я расплавил тебя но не как серебро испитал тебя в горниле страдания ради себя ради себя самого делаю это ибо какое было бы нарекание на имя моё славы моей не дам иному всевышний говорит что он делает все ради себя и своей славы и не отдаст этой славы никому во всех делах слава принадлежит только лишь ему одному если мы вернемся к нашему песок у 2000 лет назад то его кульминации было также ничто другое как прославление нашего господа и царя и шо миссии наш царь он облегся воплоть пришел на эту землю он взошел на крест голгофы и понес наши грехи он воскрес для нашего оправдания и за подвиг его души бог превознес его выше всякого имени послание к филиппийцам равша уль понимая это духом святым говорит нам во второй главе 6 11 стих он будучи образом божиим не почитал хищением быть равным богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобно человеком и по виду став как человек смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной и дальше говорится посему поэтому все эти слова это итог того что бог сказал о том что и шо сделал он говорит посему и бог превознес его бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени дабы пред именем и шо преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних и всякий спает язык исповедовал что господь и шо мессия славу бога отца бог превознес его выше всякого имени в свою славу в славу бога отца это кульминация и эта цель песоха чтобы господь он был прославлен чтобы бог был прославляемый друзья и чтобы мы избавленные им увидели эту славу чтобы мы вошли в эту славу и чтобы мы жили в этой славе в славе бога аллилуйя именно поэтому друзья мы видим в книге откровениях дух святой показывает нам прославленного мессию прославленную мессию который в центре всего он и бог в центре всего и вся слава она принадлежит ему одному вся слава херувимы старцы все дают славу лишь ему потому что вся слава она принадлежит богу но тут у кого-то возможно возникнет вопрос какая же это любовь если бог он делает все ради себя и своей славы я скажу вам если у тебя есть такие мысли то гони их это ветхая природа она хочет вернуть в центр всего человека вернуть центр всего себя но как мы знаем в центре сегодня мы в центре всего он я прочитаю еще один текст который говорит что мы народ божий а мы божий народ народ израиля божий народ и мы стали частью божьего народа уверовавшие вешуа мессии потому что он из двух соделал на дно и мы божий народ сотворен для славы божьей пророк исаяш 43 глава 6 7 стих северу скажу отдай и югу не удерживай веди сыновей моих издалека и дочерей моих от конца земли каждого кто называется моим именем кого я сотворил для славы моей образовал и устроил кого я сотворил для славы творей своей я и ты мы сотворены мы спасены и мы живем для его славы его только лишь его одного бог сотворил нас для своей славы ради себя он спас нас ради себя он не вспоминает наших веков ради себя и своей славы он призвал манше и вывел еврейский народ из египетского рабства ради себя и своей славы он явил нам сына своего ешуа мессию который облегся во вплоть и в области человека зашел на крест голгофы все бог делает для своей славы но делает он это для того чтобы этой славой могли наслаждаться мы те люди кто приняли его бога как наивысшее сокровище если для нас с вами пасхой наша пасха и шо стал наивысшим в наивысшим сокровищем то для нас уже не будет и не может быть петкновением то что бог все делается для своей славы потому что целью пасха было прославление нашего господа аллилуйя и для нас спасенных уже на первом месте не я а он потому что смотря на подвиг его души и на величие его славы я становлюсь счастливым в нем только в нем я могу быть счастлив только в нем это и есть настоящая любовь отца потому что он всего себя открыл для нас чтобы мы могли видеть его славу чтобы мы в его славе в его славе находили наивысшее наслаждение и счастье только в его славе верующий человек может быть счастливым только в его славе я повторю в славе бога мы можем быть счастливы это основная цель песоха явить славу божию чтобы его дети могли иметь в этой славе наивысшее счастье и когда мы входим в славу пасхального ангца он становится для нас наивысшим и он становится для нас наивысшим сокровищем тогда мы начинаем жить не для себя а для его славы тогда моя церковь мое служение моя жизнь все мои сестру они будут направлены на то чтобы приносить славу богу и его слава она будет вдохновляющей силы которая будет ввести меня по пути моего спасения тогда я смогу с уверенностью сказать что действительно я счастлив в боге и доказательство моего счастья будет неподдельная радость с которой я буду идти по жизни радость которая называется радостью спасения почему мы отличаемся от людей этого мира чем мы отличаемся а наше отличие это то что мы во всех обстоятельствах мы имеем радость спасения это единственное то что может нам давать вдохновить нас в этой жизни наполнены искушениями испытаниями страданиями но радость спасения она держит нас крепко друзья и сегодня я хочу чтобы мы все задумались прославляет мы ли моя жизнь именно бога стал ли для меня еще наивысшим сокровищем задать себе вопрос а счастлив ли я в днем счастлив ли я в боге или будет может быть для меня наивысшим сокровищем является моя церковь мое служение а может быть это моя семья может быть это моя работа большому сожалению человеку свойственно увлекаться чем-то другим а не самим богом о моя церковь она самая лучшая церковь я не представляю жизнь без моей общины вроде правильно я очень люблю свою общину я очень люблю вас я люблю свою церковь это очень важно но я скажу уж друг мой что это неправильный вектор это это неправильный вектор это бог он сделал твою общину такой это бог он есть во главе твоей общины это бог он поместил тебя с твоим даром в эту часть тела и это его слава здесь его слава мы находим наслаждение в его славе и это он подвесил тебя на это место чтобы ты имел наслаждение и радость или мое служение имеет сегодня хороший успех потому что я прилагаю такие большие старания и мои старания приносят плод для царства божия друг мой я скажу тебе что это тоже неправильный вектор то что ты сегодня умеешь успех это его слава потому что где бы ты был если бы его благодать она когда-то не коснулась твоего сердца и ты не увидел мессию распятого и воскресшего ты находишь наивисшее счастье в семье но семья это тоже неправильный вектор это правильно заботиться о своих это правильно любить своих это правильно но наибысшее счастье иметь семье это неправильный вектор это бог его слава сделала твою семью такое какая она есть это он благословляет тебя это он проводит тебя через какие-то стесненные обстоятельства и все это бог делает чтобы ты был счастлив и жил в радости поэтому можно смело сказать что основной целью песоха является божья слава в которой мы находим наивысшее счастье и радость и в евангелии от иоанна в 15 главе и шо говорил очень важные слова эти слова они направляют нас к счастью боги и это счастье должно выражаться нашей радостью в нем счастье выражается радостью ты не можешь сказать с таким видом я счастлив нет счастье она видно когда ты счастлив она выражается радостью я прочитаю достаточно большой текст 10 стихов 11 стихов почему я это сделаю потому что хочу чтобы не я учил вас но чтобы слово божье она учила нас с вами и она 1 15 глава 1 11 стих ешуа говорит я есть истинная виноградная лоза а отец мой виноградарь всякую у меня ветвь не приносящую плода он отсекает и всякую приносящую плод очищает чтобы более принесла плода вы уже очищены через слово которое я проповедовал вам прибудьте во мне и я вас как ветвь не может приносить плода сама собой если не будет на лозе так и вы если не будете во мне я из глаза а вы ветви кто прибывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не может делать ничего кто не прибудет во мне извергнется вон как ветвь и засохнет а такие ветви собирают и бросают в огонь и они сгорают если прибудете во мне и слова мои вас прибудут что чего не пожелаете просите и будет вам и дальше он говорит тем прославится отец мой если вы принесете много плода и будете моими учениками как возлюбил меня отец и я возлюбил вас прибудьте в любви моей если заповеди мои соблюдете прибудете в любви моей как я соблюдал заповеди отца моего и пребываю в его любви и дальше он говорит сие сказал я вам да радость моя вас прибудет и радость ваша будет совершенно и шо говорит очень важные слова он говорит что плодом пребывания в нем является ничто иное как прославление бога все наши плоды они приносят славу бога мы ими мы в нем для того чтобы приносить славу богу это задача номер один прославить бога и далее он говорит о любви отца к нему и о своей любви к нам и завершает тем что если мы живем с вами для божьей славы то тогда его совершенная радость которую он имеет в отце будет нас он обещает нам не человеческую радость он обещает нам свою радость которую он имеет в боге именно это и есть секрет жизни в совершенной радости боге нам надо не путать есть просто радость а мы говорим сейчас о радости в боге радости в нем и если мы живем для славы бога и в нем мы находим наивысшее наслаждение то какие бы обстоятельства мы в жизни не проходили ничто не сможет у нас украть божий мир ничто не сможет у нас похитить это состояние радости именно поэтому равша уль в первом послании фессалоникийцам говорит всегда радуйтесь он верит всегда радуйтесь а всегда это значит во всех обстоятельствах во всех какие бы не были он горит всегда радуйтесь и я уверен что если дух святой призывает нас к радости во всех обстоятельствах нашей жизни, то мы можем исполнить эту митву. Мы можем быть радостными, потому что как Бог может от нас что-то требовать, если я не могу этого исполнить? Будет ли Он справедливым Богом, если Он требует от меня то, что я не могу исполнить? Не будет. Но Бог наш, мы знаем, что Он справедливый, и поэтому Он вначале нам дает. Ишуа говорит, моя радость вас пребудет. Он дает нам эту радость, а потом уже требует. Всегда радуйтесь. Поэтому, если у меня, например, стесненные финансовые обстоятельства, я все равно могу радоваться. Потому что эти обстоятельства моей жизни, они должны произвести во мне что? Плод, определенный плод. Это плод терпения. И этот плод моего терпения должен прославить Бога. И прославит Бога. Аллилуйя. Я должен так относиться ко всем вопросам, ко всем испытаниям. Все прославит Его. Моя жизнь прославит Его. Извините. Но так мы сможем мыслить только тогда, когда мы живем для славы Божьей, понимая, что это Он проводит нас через определенные обстоятельства, опять-таки, ради Своей славы. И делаем это, чтобы через нас явить славу окружающему нас миру. И чтобы мы были соучастниками Его прославления. Потому что Бог желает нашего с вами объединения с Ним, чтобы явить свою славу не только для нас, но чтобы явить свою славу этому миру вместе с нами, через нас. Поэтому я смело могу сказать, что главная цель Песоха это слава Божия, которая дает нам возможность жить Божьему народу в состоянии совершенной радости в единении с Богом. В этом соединении с Ним. И сейчас, друзья, я сделаю очень важное заявление, которое должно нас всех заставить задуматься о нашем состоянии. Это серьезные заявления, которые идут через Писание. Состранит Писание Бог говорит нам. Слово Божие предупреждает нас, что быть несчастным в Боге это грех. Быть несчастным в Боге это грех. Это не просто какое-то временное состояние. Ну, я сейчас не сильно счастлив. Как-то у меня вот такое состояние. В данный момент в моей жизни нету радости у меня. Да, у нас бывают, друзья, в жизни ситуации, времена скорби, когда мы теряем наших родных, когда мы теряем близких нам людей. Но я говорю не о этих временах, я говорю о нашей жизни в целом. Писание показывает, что отсутствие радости это одна из причин проклятий, который Всевышний обещал послать на Израиля. Книга Дворим в Таразаконе, Тора, которую мы с вами изучаем, каждый шаббат мы комментируем Тору. Книга Дворим 28, 47, 48. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и в жажде и в ноготе и за всяком недостатке Он возложит на шею твое железное ермо, так что измучит тебя. Очень серьезное заявление за то, что ты не служил Богу твоему в радости и с весельем сердца. Это очень серьезное заявление. Бог говорит, что отсутствие радости грех, за который Израиль понесет наказание. Почему же Всевышний так серьезно относится к радости? Да потому что отсутствие радости в жизни верующего человека, когда человек не испытывает этой радости в Боге, это говорит об отсутствии его соединения с Богом. Это говорит о том, что человек он просто не соединен, нет этого единения с ним. И Всевышний сделал такое радикальное заливеление, потому что он очень хорошо знает свое творение. Он знает, что если человеку, если не приносит радости что-то и не приносят человеку наслаждения отношения с ним, то в жизни такого человека обязательно появится что-то, в чем человек будет искать эту радость. Я еще раз повторю, если в жизни человека Бог не приносит человеку наслаждения и радости, то такой человек начнет искать эту радость и наслаждение в чем-то другом. И это что-то, оно станет Богом, не Богом, а идолом в жизни такого человека. Потому что нам свойственно прославлять то, чем мы наслаждаемся. Это свойственно человеческой природе ветхой. А наш удел прославлять Господа и иметь в нем только лишь в нем наивысшее наслаждение. И поэтому Бог говорит, что радоваться это наша обязанность, потому что наша обязанность прославлять нашего Бога. И царь Давид, понимая это, говорит в своем псалме, 31-й псалом, 11-й стих. Веселитесь, Господи, и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем. Веселитесь и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые им сердцем. Аллилуйя, святый, слава тебе. Но я думаю, что сейчас многие... спасибо. Спасибо. Но я думаю, что сейчас у многих есть практические вопросы. Как же можно радоваться, когда тяжелые жизненные обстоятельства? Как можно радоваться, когда дети, подростки уходят от Господа? Как же можно радоваться, когда из-за пандемии рушатся все жизненные устои и общества, и лично каждого? Ну, скажу вам, что очень часто у нас неправильное понимание или неправильный подход к радости. Очень часто мы сводим к радости к состоянию такого некого временного удовольствия, временного удовлетворения. Но радость в Боге это постоянное состояние, которое не меняется от окружающих меня обстоятельств. Какие обстоятельства не происходили, мы не проходим. Радость в Боге, она постоянно. И поэтому апостол Яков говорит в своем послании в первой главе во втором стихе, он говорит, с великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения. Он говорит, с радостью, с радостью, а если мы посмотрим контекст происходящего, то церковь Иерусалима, она находилась в гонении, было стесненное обстоятельство, а якобы ходят, он говорит, братья, с радостью, принимаем это с радостью, и если он это говорит, а мы знаем, что все писание Бога духовновенно, то этот Дух Святой говорит нам, радуйтесь, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят что? Терпение, плод, который прославит Бога, потому что вы в нем, и он в вас, и его совершенная радость, она уже есть в вас, халлелуя, в любых обстоятельствах мы можем радоваться, потому что если мы соединены с Богом, то в нас пребывает радость самого Мессии, как мы с вами прочитали в Евангелии от Иоанна 15 главе, и тогда ни пандемия, ни проблемы с нашими детьми, никакие другие скорби и искушения не смогут поколебать нас в радости, потому что радость в Господе, что это? сила моя, радость Господе, сила моя, и в книге Ниемии мы видим одну очень, очень интересную историю, которая раскрывает действительное значение радости в жизни человека, я говорю жизни верующего человека, в жизни человека, который соединен с Господом, мы с вами знаем, что время служения Ниемии это было непростое время, возвращение с Вавилонского пленения, восстановление храма второго, восстановление Иерусалима, враги внешние, враги внутренние, непростое время, и в восьмой главе описана история, когда Ездра, книжник Ездра, он читал и растолковывал народу книгу закона, я думаю вы помните эту историю, как он стал на возвышенное место, оттуда кстати мы берем всю традицию молитвы перед чтением Тора и все это идет оттуда, поэтому нам эта история близка, книга Ниемии, восьмая глава девятый десятый стих, тогда Ниемия он же Тершафа и книжник Ездра священник и левиты учившие народ сказали всему народу день сей свят Господу Богу вашему не печальтесь и не печальте потому что весь народ плакал слушая слова закона и сказал им пойдите ешьте тучное и пейте сладкое и посылайте части тем у кого ничего не приготовлено потому что день сей свят Господу нашему и не печальтесь потому что радость пред Господом подкрепление для вас и если мы с вами посмотрим в оригинал то значение слова подкрепление это крепость твердыня скала он говорит радость пред Господом скала ваша радость пред Господом скала ваша ездор очень хорошо понимал что радость это не какое-то временное состояние он понимал что радость пред Господом является скалой на которую должен опираться каждый верующий человек каждый который уверовал в Бога Израиля поэтому через все писание проходит этот призыв нас с вами жить в радости в любых обстоятельствах наших жизней друзья потому что у нас если у нас есть радость спасения у нас есть скала у нас есть непоколебимая скала радость это наша скала никакие обстоятельства тебя не поколебают если у тебя есть радость спасения Ничто не сможет пошатнуть тебя, потому что ты находишься в крепости, потому что радость в Господе – это крепость твоя. Радость в Господе – это крепость твоя. Вот поэтому и мы с вами поем из псалма. Мы поем с вами слова. Радость в Господе – сила моя. Радость в Господе – крепость моя. Радость в Господе – скала моя. И мое послание, друзья, оно подходит к концу. Подходит наше с вами завершение празднования праздника Песох. И говоря об этом очень важном для нас празднике, хочу сказать, что Песох – это для нас время радости в славе Бога. Бог вывел свой народ из рабства Египта. Бог вывел нас с вами из рабства греха для своей славы. Он вывел нас, чтобы мы вошли в эту славу, чтобы мы жили в этой славе и наслаждались его славой во всех ситуациях нашей жизни. Сегодня для каждого из нас время еще раз утвердиться в том, что Бог делает ради себя все и ради своей славы, чтобы этой славой могли наслаждаться мы, искупленные и оправданные Ешуа Мессии. Сегодня для нас время утвердиться в радости Бога, чтобы эта радость, она стала для нас действительно непоколебимой скалой, чтобы во всех обстоятельствах нашей жизни мы могли твердо опираться на эту скалу и непоколебимо стоять в радости. Сегодня время увидеть Божью славу и войти в эту славу, чтобы жить в ней, чтобы пребывать в ней постоянно, чтобы мы соединились с Богом в этой славе. И тогда Его слава, она через нас будет распространяться и будет видна всему этому миру. Слава Небесного Отца. Тогда наша жизнь, она прославит Бога, потому что мы искуплены для Его славы. Сегодня у нас время для нас отказаться от посыла, что на первом месте Я и Мое спасение. Потому что на первом месте всегда будет Он, не Я, не Ты, не все мы вместе, но на первом месте всегда будет Он. Потому что Он Бог богов, потому что Он Царь Царей, Он Творец всего, мы творение, которое искуплено им для Его славы, ради Его славы. Я скажу вам, друзья, чем больше мы будем пребывать в Его славе, чем больше мы будем жить для Его славы, тем счастливее мы с вами будем. Потому что только в Нем мы можем иметь наивысшее счастье и иметь настоящую радость. Радость в Боге Моем. Не человеческую радость, не та, которая временная, но вечная радость. В славе Бога, в славе Мессии, в славе спасения Божьего, которое Он явил для нас. И сегодня время, друзья, я предлагаю нам вновь и вновь, еще раз посвятить свою жизнь Богу. Посвятить свою жизнь Ему и Его славе. Сказать, я подчиняюсь Боже Тебе. И всю свою жизнь я посвящаю для того, чтобы приносить славу Тебе. Боже, сегодня я отказываюсь от каких-то своих личных таких целей, амбиций, желаний. Я хочу исполнять Твою волю и приносить славу Твоему святому имени. Дух Святой, я прошу Тебя, дай мне увидеть Твою славу. Дух Святой, я прошу Тебя, дай мне войти в Твою славу. Дух Святой, я прошу Тебя, помоги мне жить в Твоей славе и жить для Твоей славы во все дни странствования моего по этой земле.